Давай, Верочка, и я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирно-энергетическую копию 2016 года. Один, два, три. Защищаем физический биоробот Мишель с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Мы убили у Мишель в защитный скафандр. На время работы с тонкими телами вместе с тонкой копией Мишель поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. На месте. Хорошо, Мишель идет к маме. Мы спрашиваем у мамы разрешение на диагностику и чистку. Мишель? Мишель, где блин, увидев маму. С крыльями? Да. Хорошо, есть разрешение? Да, есть. Хорошо, и Мишель стоит в сканере. Я даю команду на счет три. Сканер начинает сканировать пространство над головой Мишель под ногами. Один, два, три. Сканер сканирует все семь тонких тел. Мишель находит все. Мишель, черт. Мишель, мальчик. Андрей, неупокойная душа. Андрей, как долго ты находишься в этом биополе? Подожди секунду. Подожди секунду. Хорошо. Не арахнует еще. Арахнует. Хорошо. Все готово. Итак, три канала. Черт, считай цифры над головой. Пять. Странно, черт. По идее, ты только к кошке или собаке можешь с такой герцовкой подключаться. Чего ты к ребенку подключился? Вместе играли и подключился. Вместе играли. Сегодня я с тобой поиграю, если ты будешь мне мешать. Так, неупокойная душа Андрей. Как долго ты находишься в биополе, Мишель? Не знает. Он говорит, два-три. Два-три что, года? Да. А почему ты попал сюда? Что с тобой случилось? Где твоя? Сбила машину. Сбила машина. То есть ты погиб, да? И как произошел процесс подключения? Как ты вошел в нее? Где это было, покажи мысль, форму. Меня никто не видит, а она видит. Он, кстати, очень опасный, потому что он ведет ее тем же путем, что и он, под машиной. Он хочет с ней быть, потому что она его видит. Ему никто не видит, ему скучно, грустно, страшно. Из-за того, что тебе грустно, скучно и страшно, ты хочешь довезти ребенка под колеса машины? Тогда я буду не один, не очень одинока. Сколько тебе лет, Андрей? Пять. Вера, там осознанности по-моему нету, да? Он действует чисто как ребенок, да? Там нет злого какого-то. Нет, ему страшно очень. Ему страшно. Он не хочет больше остаться один. Хорошо, хорошо, Андрей. Ты оставил что-нибудь в биополе, Мишель? Есть ли какие-то твои там присадки, какие-то энергии, мысли? Хорошо, это мы потом проверим. Давай сейчас перейдем еще к третьему вопросу. У меня к арахноиду. Арахноид, как долго ты находишься в этом биополе? Год. Один год. А черт сколько? Черт одел носки и выходит, заходит. В комнате он не... Он, значит, в квартире. В кроватке спит он показывает. Маленькая кроватка. В другой комнате. Понятно, черт. Хорошо, придется тебя отправлять назад после чистки в квартиру. Там тебя уже будет без дожидаться. Мы его туда уже отправили. Я буду сегодня чистить квартиру. Ты мне еще покажешь все порталы, которые там есть. Или без покажет. Мы их все закроем. После этого я тебя отпущу на твою чистоту. После того, как ты все здесь уберешь по команде. Все понятно? Да. Хорошо. Переходим к процедуре реверса. Я даю команду тонкой копии. Мишель спроецирует все энергетические и сферические каналы. Всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Андрюша, а ты недалеко где-то от Мишель живешь? Или жил? Жил, вернее, да? Или ты нашел ее в астральном поле? Как это было? Он не знает. Он много ходил. Приставал к взрослым и детям. Но его никто не обращал внимания. Я не видел. А она увидела. И он с ней не хочет расставаться. Понятно. То есть тебе одному страшно, а так у тебя есть какой-то друг, да? Да, он кивает. Андрей, не бойся. Я тебе сегодня открою портал. После того, когда мы закончим работать. И ты уйдешь. В чистилище, в светлый портал. Тебя встретит твой куратор. Все, кто тебя знают. И ждут тебя. Так что все для тебя будет сильно хорошо. Ты понял, да, Андрей? Да, он понял. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой. Мы в порядке реверса. Мишель забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Пошла энергия божественная и чистая. И посмотри, Вера, что от неупокойной души идет? Там больше чувства идут. Не энергии по чакрам. Идут чувства. Он пытался смотреть ее глазами на мир. Мыслить. Насколько это можно. Понятно. А Мишель думала, что это ее мысли. Такие вещи бывают. Ты мне скажи, ты не из портала пришел? Случайно. Андрей. Или на улице? Где ты? На улице. На улице. Понятно. Хорошо. Она меня увидела. Ну, в таком возрасте дети еще могут видеть. Он был очень грустный. Она сказала, почему ты такой грустный. И он понял, что она его видит. Понятно. Я рассказывала, что у него была семья. И он тоже жил в квартире. У него была своя комната и много игрушек. Которые он очень любил. А братика-сестрички у нее не было? У нее была сестра. Сестра была, да? Готова. Меня совсем вырубило с этими информациями. Мы сейчас забирали энергию, да, Вера? Да. Хорошо. Так, выходит арахноид. Вытаскивает все, что она оставила в биополе. Мишель. Всю паутину вытаскивает. Все свои подключки. И возвращайся в клетку доклада о готовности. У него волосы вплетено паутина. Какую она реакцию давала арахноид ребенку на физическом плане? Что он ощущал от твоей паутины? Энергию он забирал у нее. То есть ребенок был устав? Подкачивал себе энергию. А ребенок уставал после этого, да? Или был раз... Кстати, тоже в доме. Да ты что? В шкафах. Понятно. Тоже домой. У него там... Потомство? Потомство. Поэтому он подкачивал энергию с нее. Хорошо. Вытаскивай все арахноиды, я потом выпущу в квартиру. Будешь дожидаться меня. Соберешь за это время все, что я оставил. Все свое потомство и всю свою паутину. Готов. Хорошо. Так. Если что-то на чистоте неупокойной души находится в биополе Мишель, это становится видимым и выходит из Мишель. Один, два, три. Включай внутренний белый свет Мишель. Она выдавливает из себя все чужеродные энергии, которые находятся и не принадлежат ее биополю. Мысли, картинки пошли. Готов. Хорошо. Шар. Открывается портал в галактическое ядро. Он улетает на переработку, закрывая, печатая. Растворяй. Черт, выходи. Снимай свои носочки. Отключай все, что я оставил. На руках что-то энергия его была. Вдольф. Готов. Хорошо. Я даю команду. Значит, три. Открывается портал в квартиру. Один, два, три. И арахнует. Забирает все, что он с собой принес. Черт. Забирает все, что он с собой принес. Они уходят в квартиру и дожидаются меня. Готов. Закрывая, печатая, растворяя. Готов. Хорошо. Я еще хотел сделать запрос в энергоинформационном поле. Если существует ли возможность установить контакт с куратором этого неупокойной души Андрея. У него прервалась связь с куратором. Прервалась связь с куратором. Нам нужен портал там встретиться. Хорошо. И я даю команду. На счет три. Андрюша, мы прощаемся с тобой. Отправляем тебя в светлый портал. Тебя там встретят. Ты больше никогда не будешь один. Желаем тебе всего наилучшего. В новой жизни. И я даю команду. На счет три. Открывается портал в чистилище. Светлый портал. Один, два, три. И Андрей уходит в этот портал. Его встречает куратор. И все родственные души. Его встречает. Забежал туда. Взял за руку. Замечательно. Плевает нам руку. Все. Желаем тебе всего наилучшего, Андрюша. Все хорошо. Твои страдания закончились. Закрывай, опечатывай. Растворяй. Готово. Хорошо. Все. Давай заполним энергиями. Контракт, договоров и для всего остального. И знаешь, ей нужно почистить эмоциональный. Поле. Эмоциональное поле. Ребенок. Очень чувствительный. Вообще родителям надо пересмотреть электронные приборы, которые она смотрит. Телевизор, телефон. Я не знаю, что еще есть. То есть все, что она смотрит, она ассоциирует. У нее свои ассоциации. У нее остается это в голове. И может она постоянно это вытаскивает потом из памяти. В одну и ту же картинку. И с чем-то со своим ассоциирует. Хорошо родители должны проконтролировать, что ребенок смотрит. Или в планшете, или в телефоне, что он там делает. Чем меньше этого будет, тем лучше природа. Для нее очень важно. Хорошо, передаем эту информацию маме. Ольга, вы слышали, что вашему ребенку полезно и что ему не полезно. Хорошо. Входит эмоциональный фантом Мишель. И проецирует тебе все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкое аббрационное, эмоционально-энергерное. Проецируется на ее эмоциональном фантоме. Немного чего. Знаешь, идет информация, что поменьше взрослых разговоров перед ней. Потому что она многое сама для себя задумывает. И это остается внутри нее. Она растется с этим утверждением. То есть она не умеет еще анализировать. Это правильно. Много вышло у нее. Хорошо, она готова это скинуть. Мама, спрашиваем. Готова, да. Открывается портал в галактическое ядро и сбрасываем всю эту энергию негативных эмоций и мыслей. Один, два, три. Уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатай, растворяй. Готова. Все, мы закончили, Вера. Да, она говорит, я теперь новая Мишель. Абсолютно, Мишель. Теперь в тебе ничего нет. Ни что тебе уже не мешает. Ничего ты уже больше не будешь видеть. В плане того, что какие-то мальчики и ни с кем не будешь ты разговаривать, которые тебе еще вред причиняют. Поэтому тери абсолютно новая Мишель. Так и есть. Будем возвращать тебя назад. Ты хочешь это маме сказать? Она говорит, я хочу быть как мама. Если хочешь, будешь. Вырасти сначала и все у тебя будет. Хорошо, Мишель. Будем возвращать тебя назад для робота. Мы с мамой еще поработаем. После этого мы еще придем к вам в квартиру и почистим ее. И для усвоения энергии и вибрации возвращая тонкую копию Мишель в систему биоробот-душа. Заводишь. Подключаешь ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она говорит, а моя комната чистая, потому что я ее привираю. Молодец. А мы проверим сегодня. Там животные есть в квартире? Нам не сказали. Мишель готова. Хорошо, отключайся от Мишель и возвращайся в комнату диагностики. Пошел подъем. На месте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!